Региональный Роспотребнадзор получил первые результаты лабораторных исследований воды, пробы которой взяли после многочисленных жалоб жителей Фрунзенского и Октябрьского районов города Владимира. Версия о том, что в Нерль слило нечистоты фермерское хозяйство, предварительно не подтвердилась. Органические соединения у нас находятся в норме. Наличие нефтепродуктов не обнаружено. А органолитические показатели, которые отвечают как раз за запах при норме 2, мы имеем 3. То есть небольшой запах мы имеем. Однако специалисты управления еще раз напоминают о том, чтобы в ближайшее время все-таки использовать бутилированную воду для приготовления пищи и еды. Для того, чтобы использовать ее технически, то есть купать, например, маленьких детей, мы рекомендуем отстаивать воду. То есть кипячение воды не дает результата того, чтобы запах испарился. Вечером 12 декабря Управление Роспотребнадзора выдало предписание Владимирводоканалу по первому требованию обеспечить все пищеблоки социальных учреждений, школ, больницы, детских садов питьевой водой из запасных резервуаров. Этим правом некоторые уже воспользовались. Управление Роспотребнадзора на постоянной основе работает горячая линия. Телефон 8 800 200 05 45. Звонок бесплатный. Работают они по специалисты защите прав потребителей. Но сейчас звонки принимаются от жителей, которые хотят получить консультацию по поводу качества воды. Особое внимание пищевым производствам. Хлеб – продукт стратегический. Его покупают все слои населения. Качество выпечки в эти дни будут контролировать еще больше, чем обычно, говорят на Владимирском хлебокомбинате. В настоящее время какой-либо информации к нам о ненадлежащем санитарном состоянии воды, о качестве воды, которую мы используем для выпечки хлеба, нет. Но действительно соответствующее предписание от главного санитарного врача к нам поступило. О том, чтобы мы дополнительно эту воду проверили. Мы воду на предприятии, используемую для выпечки хлеба, проверяем в любом случае. И, соответственно, с этим предприятием мы еще дополнительно более пристально ее проверим и о результатах сообщим. На данный момент Владимирский хлебокомбинат работает в штатном режиме и беспокоится о том, что в связи с качеством воды может производство остановиться. На данный момент никаких оснований нет. Успокаивают население и врачи станции скорой помощи. Вода медленно, но приходит в норму. За три дня массовых отравлений у населения не наблюдается. Значит, я посмотрел по нашей статистике. У нас прошел один вызов. Мы предложили госпитализировать эту больную, она отказалась. Мазки мы у нее взяли. Все, что я могу ответить. То есть было таких нескольких звонков, не больше. Никакой паники у населения нет. А то, что если какой-то запах, ну мы его и сами ощущаем, мы живем тоже здесь на Матросово. Какого-то массовых звонков не было. Были единочные звонки в допуске, которые бывают ежедневно. Население что спрашивает, мы им говорим. Население волнует и еще один важный вопрос. Чтобы магазины в эти дни не накрутили цены на питьевую воду, воспользовавшись ситуацией. В перекрестке на Соколова-Соколенка пятилитровые канистры с полок разбирают быстро. Но на стоимости это, к счастью, не отражается. Вот вы можете сказать, а вы не заметили повышение цен на воду в магазинах? Нет. У нас как стоило, так все стоит. Скажите, вы воду сейчас покупаете или нет? Покупаем, да. Покупаете в магазинах? Ну вот эти вот аппараты, которые стоят. Небольшой лайфхак от тех, кто без водопроводной воды уже три дня. В уличных автоматах вода стоит дешевле, чем в магазинах. Но может не повезти. В этом раздаточном автомате на Соколова-Соколенка-18 вода уже закончилась. Здесь так и написано – нет воды. Люди говорят, что привозной воды хватило ровно на одно утро. Разобрали все моментально. Вот за этими домами там уже и денежки не берет автомат. Значит, воды нет. Вчера было много народу. Вчера вообще здесь в добром не было воды. Ни в каких этих, где разливается воду. То есть быстро разобрали? Быстро разобрали, да. К моменту, когда этот сюжет готовился к эфиру, губернии 33 удалось получить свежую информацию от Межрегионального управления Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям. Установить очаг загрязнения его специалистам на выезде не удалось. Вплоть до границы с Ивановской областью вода в Нерли соответствует нормам. С бытовой точки зрения это означает, что из кранов Владимирцев чистая вода польется, только когда мы израсходуем из труб все то, что разово захватила сеть водоканала. Оксана Котова, Стас Трегубов, губерния 33.